Вместо супа, вместо щи, вместо хлеба, каши они пили именно эту горячую воду. 872 дня ужаса, голода и смертей. На уроке мужества ученики 4-го класса Самарского медико-технического лицея слушают рассказы о тяжелейшем периоде в истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда. Во Вражеском кольце без света, воды и тепла люди пытались выжить и защитить свой город. На уроке вспомнили о дневнике маленькой жительницы Ленинграда Тани Савичевой, в котором было всего 9 страниц, на которых девочка рассказывала, как голод постепенно убивает ее большую семью. Теряя одного за другим близких людей, она жила и не сдавалась. И таких несломленных детей в годы войны было немало. Дети сегодня прослушали о таких же о своих сверстниках. Это дети того же возраста, 10-летние дети. И они увидели, каково им было в то время. Они могут сравнить с те дни и сегодняшние дни. Ну и, конечно же, вот это сопереживание. Вот после таких программ, после таких мероприятий дети не будут черствыми. Как показал урок, школьники, несмотря на юный возраст, уже обладают внушительным багажом знаний о Великой Отечественной войне. Некоторые из ребят, да, были очень активные и знали ответы на многие вопросы. То есть они прямо были сегодня моими соведущими и могли сами вот об этом рассказать. И они тянули руку. И это очень радует. Значит, наши маленькие читатели интересуются историей. И это плюс нам большой. Такие встречи уже стали доброй традицией. Патриотическое воспитание молодежи – это одно из приоритетных направлений, которое активно развивает Самарская областная детская библиотека. Александр Гусева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.